Кухня ЖКХ Здесь больше зависит от ответственности, от порядочности тех владельцев домашних животных. Я сама являюсь владельцем домашнего животного, непосредственно собаки. И естественно, что если вы выгуливаете питомца на какой бы то ни было территории, то за ним необходимо убирать. У нас это уже в принципе закреплено на законодательном уровне и даже уже введены штрафы для владельцев домашних животных за то, что собственники не убирают за своими домашними животными. Поэтому, конечно, те, кто не являются счастливыми обладателями домашних животных, их могут раздражать такие вещи, как, допустим, хозяева позволяют животным справлять свою нужду прямо на стены здания. Я считаю, что это в принципе зависит только уже непосредственно от добросовестности, порядочности, от культуры именно владельцев домашних животных. Также это может быть лай собаки. Здесь в данном случае, опять же, если взяли домашние животные, мы за них отвечаем. Соответственно, если ваша собака докучает соседям непосредственно своим громким лаем, установленное там, без разницы в какое время, если она будет, лай будет на постоянной, регулярной основе, в любое время, будь это день или ночь, это будет раздражать, правильно? Здесь в любом случае просто нужно заниматься своим домашним питомцем. Для собак точно так же есть обучение, то есть мы в ответе за тех, кого приручили, и поэтому в данном случае собственники домашних животных в первую очередь должны взять ответственность на себя, чтобы их соседям было комфортно проживать с ними-то соседством. В законе о тишине региональном у нас, кстати, ведь прописано, что лай собаки, он относится у нас к правонарушению. Совершенно верно. Да, соответственно, у нас могут соседи пожаловаться в компетентные органы, и тогда владельцу собаки будет грозить наказание. А вопрос безопасности родителей с маленькими детьми обычно тоже очень опасаются такого соседства, особенно с крупными собаками. С крупными собаками здесь обязательно правила выгола у нас тоже имеются, то есть это обязательно на поводке, но я думаю, что тот хозяин, который в первую очередь переживает за своего питомца, он его тоже не отпустит просто так, потому что неизвестно, что может напугать питомца даже некрупного, и он может просто убежать и попасть под автомобиль, либо просто потеряться. А что уже касается более крупных пород собак, здесь однозначно собаки должны выгуливаться непосредственно на привязи и на сноморнике. В конце нашей беседы мы обычно напоминаем контакты управляющей компании «Территория комфорта», для того, чтобы можно было непосредственно к вам и к вашим коллегам обратиться и получить всю необходимую информацию. Обратиться к нам можно, непосредственно придя в офис труда 80А, помещение 1002, либо позвонить по телефону 437272, направить свою заявку по адресу электронной почты, либо обратиться через обратную связь на сайте управляющей компании. Спасибо, Татьяна Пушкарева, руководитель управляющей компании «Территория комфорта». Кухня ЖКХ